Нейронная сеть Если вы выясните функцию органа с этой точки зрения, у всех это по меньшей мере будет удивлять. Когда мы говорим о мозге, ситуация примерно такая же. Если мы будем смотреть только на нейроны, мы, наверное, до конца не поймем, как эта система полностью работает. Помимо нейронов мозг состоит из других типов клеток. Там есть много разных видов глии. Это гетерогенная группа клеток. Есть сосудокровеносная система, есть глимфатическая система. Наконец, рассматриваются функциональные свойства внеклеточного пространства, внеклеточного матрикса головного мозга. Это белковая структура, которая заполняет пространство между клетками и так далее. Все эти элементы могут вовлекаться в обработку сигналов на локальном уровне, по меньшей мере. Действительно, нейроны электрически возбудимы клетками, длинные отростки, которые позволяют передавать сигнал на расстоянии достаточно и от одной структуры мозга к другой. Но локально, на уровне локальных отношений межклеточных внутри отделов мозга, конечно, это взаимодействие всех различных клеточных элементов. И сегодня я буду говорить, не претендуя на всеобъемлющие, еще об одной сети головного мозга, а в частности я буду говорить о сети астроцитов. Астроцитов в человеческом мозге примерно столько же, сколько нейронов. Раньше считалось, что намного больше. Сейчас считается, что чуть-чуть больше в среднем, чем нейронов. Эти клетки также формируют сеть. Они не являются электрически возбудимыми, но у них есть своя возбудимость ионная. В частности, в астроцитах возникает достаточно сложная кальциевая динамика, которая также является ответом на изменение каких-то воздействий со стороны окружающей среды. И астроциты сложным образом взаимодействуют с нейронами. Вот с этого взаимоотношения я начну, опять же, такой вводный слайд. Эти взаимоотношения и взаимодействия с нейронами происходят на разных уровнях. Хорошо известен, я думаю, многим в этой аудитории такой термин, как трехчастный синапс. Это современное представление о том, что синапс – это не только два элемента, прессинаптические нейроны и постсинаптические нейроны. Этот трехчастный синапс включает в себя также отросток астроцита, который непосредственно подходит к синапсу. На этих астроцитарных отростках находятся транспортеры для нейропередатчиков, то есть после синаптического события в освобождении нейропередатчика везикулярного этот нейропередатчик захватывается астроцитами. Это касается таких нейропередатчиков – глутамат, гамг. Кроме того, на листочках астроцита есть, эти отростки называются листочками, я забыл упомянуть, и на них есть также и рецепторы для этих нейропередатчиков. То есть сигнал, генерируемый прессинаптическим нейронам, является сигналом для астроцита также, не только для постсинаптического нейрона, а внутри трехчастного синапса. И в ответ на этот сигнал в астроцитах возникают кальцевые ответы, то есть возникает повышение концентрации кальция, и в ответ на повышение концентрации кальция астроциты также способны высвобождать субстанции, которые называются глиопередатчиками. В частности, к таким относятся АТФ, глутамат, диссерин и так далее. И эти глиопередатчики могут являться легандами, агонистами, коагонистами для рецепторов на нейронах, как на прессинаптическом нейроне, так и на постсинаптическом нейроне. Таким образом, все элементы трехчастного синапса между собой взаимодействуют. И пластичность трехчастного синапса – это не только пластичность этой передачи от одного нейрона к другому, но и пластичность, вовлекающая астроцит, но и пластичность самого астроцита. Они тоже отвечают изменениями морфологическими на работу активности синапса. На уровне целой клетки, на уровне астроцитарного домена, а астроциты формируют такие морфологические домены. Их территория очень слабо перекрывается, каждый астроцит занимает в пространстве какую-то определенную часть. И на этой территории отростков другого астроцита бывает минимум или они практически туда не проникают. То есть они как бы заполняют как плиткой всю поверхность головного мозга. Не поверхность, а объем. Это же все-таки трехмерная структура. Так вот, внутри морфологического астроцитарного домена могут находиться дендриты многих нейронов. И это тысячи, десятки тысяч синапсов. И кальциевая активность, когда она возникает внутри вот такого астроцита, она может быть не локализована, она может занимать определенные территории, покрывающие области десятков, сотен и тысяч синапсов. И в этом случае кальциевая динамика и связанная с ней модулирующая воздействие со стороны астроцита может оказывать влияние на группы синапсов, так называемые синаптические кластеры. И вот эти группы синапсов, они могут вполне относиться к разным нейронам. В этом случае мы можем синхронизовать или модулировать активность групп синапсов на клетках, которые между собой никак не связаны с точки зрения нейрон-нейронального взаимодействия, но они связаны посредственно вот такой вот астроцитарной кальциевой динамики. Ну и самый большой уровень – это уровень взаимодействия сетей нейронов и сетей астроцитов. А кальциевая динамика в сетях астроцитах может распространяться в достаточно большие области, показано даже распространение на территории вдоль коры и так далее. То есть в этом случае воздействие может оказываться на целые нейрональные ансамбли, и в этом случае будет модулироваться состояние нейронной сети. Если мы, например, представим, что паттерн кальциевой активности астроцитов все время меняется, об этом я буду позже чуть-чуть говорить, вот этот паттерн кальциевой активности может приводить нейронную сеть в различные состояния. Таким образом, если у нас те или иные воздействия будут вызывать различные паттерны активности астроцитарной сети, мы будем создавать различные состояния нейронной сети, и таким образом может быть организована, например, память в головном мозге без участия синаптической пластичности и перестройки самой нейронной сети, поскольку у нас есть еще вот такое модулирующее внешнее воздействие, которое может воспроизводиться. Но вот вопрос о воспроизводимости, он сейчас является предметом исследования и до конца он не решен. Но это уже показывает то, что кальциевая динамика в астроцитах является таким легитимным и важным объектом исследований, поэтому ее начали изучать и обнаружили уже достаточно давно. Но вот я приведу пример из ранних работ. Это одна из первых работ по изучению кальциевой динамики в сети астроцита. Она была проведена на культуре астроцитов. Вот что здесь показано. ABCD – это кальциевый ответ, то есть на темном фоне возникает вот такая вспышка флуоресценции, это кальциевый флуоресцентный сенсор, который детектирует повышение кальция в астроцитах, это много клеток сразу активируется, распространяется такая волна внутри культуры этой кальциевой динамики. Эту волну можно померить, посмотреть ее размер на панели Е, и видно, как фронт этой волны распространяется, можно измерить скорость и так далее. Это уже было сделано 30 лет назад. И в то же время примерно, ну уже в 90-е годы, в то же время, через 8 лет, коллеги тоже вот из этой же лаборатории, первый автор здесь Юнг, они использовали физический метод анализа термальных волн, взялись в физике алгоритм, детектирование вот этих вот кальциевых сигналов и измерили их размеры. Вот что вы здесь видите, я надеюсь, что вы видите в углу, такое распределение вероятности размеров, оно построено в двойных логарифмических координатах и представляет собой прямую линию. Это говорит о том, что вероятность распределения размеров кальциевых событий в сети астроцитов, вот в культуре, следует степенному закону. Степенной закон – это очень интересный такой физический закон, который описывает, например, безразмерные системы, он важен с точки зрения кодирования информации, он описывает, например, в экономике распределение прибыли компаний и так далее, то есть он называется там как Парета, закон Парета. Ну и, собственно говоря, обнаружение этого закона в кальциевых динамике и астроцитах также говорит о том, что здесь могут быть интересные изменения, ну вот как бы интересные вещи с точки зрения информационной теории. Дальше появились исследования, все больше и больше стало таких исследований проводиться, но исследования с использованием сложных методов анализа, они действительно непростые, и люди вернулись к такому методу, как исследование области интереса. Ну, здесь все просто, можно взять, выделить, например, вот здесь астроцит показан в срезе, который покрашен кальциевым красителем, и можно в нем выбрать какие-то области интереса, квадратиками так пометить, и посмотреть, как меняется кальциевая динамика, и вот видите, вот эти все области интереса, называются ROI, reaches of interest по-английски, и в каждой этой области можно посмотреть кальциевую динамику, и можно посмотреть, как она мигрирует из одной области в другую, в соседнюю. Ну, метод как бы удобный, быстрый, легко быстро получить результаты, но с информационной, с информативной точки зрения, извините, он не очень может быть хорош. Тем не менее, этот метод развивался, появились его модификации, которые называются умный метод ROI, smart ROI, прочь. Здесь идея была такая, что не просто вручную обрисовывать все эти области интереса, а взять и проанализировать всю запись, посмотреть, в каких областях астроцитарного домена кальциевая активность наиболее часто возникает, определить области этого интереса. Ну, вот в данном случае работа представлена Агарвала с коллегами, и здесь они использовали метод с использованием нейронных сетей, которые обучались детектировать вот эти вот области, и эти области они называли микродоменами. И потом уже брали кальциевую активность в отдельных микродоменах, ну, что достаточно интересный подход. Но, опять же, мы предположили, что этот метод может не давать всей полноты картины кальциевой динамики, и пришли к исследованиям, вернулись к исследованиям вот этих вот пространств и временных характеристик кальциевых ответов. Вот это одна из наших записей, которую мы проводили на астроцитах в культуре. Здесь отдельный астроцит, вы видите. Видео было обработано таким образом, что вот вы видите не просто флуоресцентную картинку отростки и так далее, но и изменение кальциевых сигналов в флуоресцентную. Давайте я еще раз запущу это, и вы обратите внимание, вот псевдоцветом показано изменение сигнала, дельта F over F. И много таких возникает локализованных кальциевых вспышек, и какие-то ответы, ну, они могут распространяться по астроцитарным отросткам и заполнять уже так достаточно большие территории. И дальше мы провели анализ вот всей этой активности, кадр за кадром, идентифицировали в каждом кадре локализованные вот эти ответы кальциевые. Вот видите, один из таких кальциевых событий, одно из таких кальциевых событий, которые здесь наверху видно. Потом мы устанавливали определенный порог, после превышения которого считалось, что события, ну, вот эти вот пиксели принадлежат этому событию, и таким образом мы могли определить начало кальциевого события, конец кальциевого события, ну, и его эволюцию, как изменялся его размер, это тоже все можно померить, и реконструировать вот на следующем этапе все события в таком трехмерном пространстве, это Y, X и время. То есть это вот пространство двухмерное, в котором мы снимали, поскольку мы снимали в одной плоскости, и временная шкала. И вот это событие показывает нам его длительность, вот такая реконструкция, и размеры. Можно сделать максимальную проекцию флуоресценции, таким образом мы получали бы полную территорию, где это событие существовало, и измерить могли длительность и размеры событий таким образом. Вот перед вами несколько примеров кальциевых событий, которые мы детектировали в этих исследованиях. Какие-то события очень небольшие по размерам и по длительностям, какие-то события распространялись на большие территории сравнительные, какие-то были совершенно, то есть они захватывали там, может быть, половину территории клетки, иногда даже всю клетку вовлекали вот в такой кальциевый ответ, ну, и такие события, как правило, были длительными. Вы тоже видите, что зажигаются последовательные участки, здесь вот во времени этой клетки активируются, и эти моменты активации, они длятся уже достаточно долго, в течение нескольких секунд. Вот здесь шкала тоже показана, то есть это может быть 10 секунд и так далее. А маленькие события, они могут быть субсекундные, они могут длиться какие-то десятки, сотни миллисекунд и так далее. Ну и, естественно, мы захотели посмотреть, как распределены размеры и длительности событий, и обнаружили тот же самый степенной закон, что очень, опять же, было для нас радостно, поскольку это совпадало вот с ранними исследованиями, показывающими вот такое интересное распределение. Ну, работа с культурами с точки зрения вот исследования кальциевого астроцитов не сильно благодарное дело, хотя это очень удобный объект, там астроциты находятся в одной плоскости, но астроциты в культуре не развиваются такой, ну, не развивают такую сложную структуру отростков, как они развивают инвиво, и также в них, к сожалению, начинают экспрессироваться рецепторы и каналы, которые в норме не экспрессируются в мозге. Поэтому, ну вот, рецензенты нас попросили провести анализ такой, хотя бы на срезах, и мы это сделали, и здесь вот вы видите видео с астроцита в срезе гиппокампа. Этот срез был получен из животных с генетически кодированным сенсором GECAM-2, и этот, он специфически был закодирован в астроцитах, и дальше мы вот провели анализ такой спонтанной кальциоактивности в таких астроцитах в срезе, и посмотрели на события, которые возникают в кальциях. И здесь мы действительно тоже обнаружили различные события по размерам и длительностям. Вот здесь вот вы наверху видите события короткое, события среднего размера, длительные, которые занимают вот такие достаточно большие территории. Даже можно посчитать, исходя из плотности синапсов, сколько там, вот здесь, допустим, может быть, десятки синапсов, сотни, здесь тысячи синапсов, которые они территориально перекрывают. Ну и распределение у них также было, как мы ожидали, по степенному закону. И вот это вот как бы подводит меня к некому промежуточному выводу, который здесь представлен. Наверху вы видите такой скетч, показывающий астроцит со сложными отрусками, и в нем события различных размеров и длительности. Они могут перекрываться там в пространстве между собой как-то. Ну и они также имеют распределение степенное, в котором очень-очень много событий маленьких по размерам, по длительностям, и очень редко возникают события большие такого размера и длительности, которые могут занимать практически всю территорию клетки. Но несмотря на это, вот интересная особенность степенного распределения заключается в том, что вот эти события, ну вот если взять закон Парета из экономики, которые возникают очень редко, но очень большие, 20% вот этих самых крупных событий отвечают за порядка 80% всей кальциевой динамики. То есть события редкие, но они очень важны с точки зрения, так сказать, кальциевой динамики в клетке, и они несут очень большой объем кальция. И то, что я вот здесь не успел в деталях рассказать, но это тоже очень важно для дальнейшего повествования, это то, что если мы стимулировали нейроны, то есть вот вопрос был задан, а как активность нейронов влияет на кальциевую динамику астроцитов? Вот если мы стимулировали нейроны, то мы видели изменение наклона вот этой кривой распределения, то есть в распределении стали появляться события большего размера. То есть нейроны не просто меняли, не увеличивали частоту кальциевых событий в астроцитах, но меняли их свойства, и астроцитарные кальциевые события становились больше. Это опять тоже очень важно для дальнейшего понимания работы астроцитарной сети. Ну и вот здесь вот я сделал некоторую такую временную линию, как происходила эволюция методов в исследовании кальциевой динамики в астроцитах. Ну то, что я вот уже вам показал, рассказал, это работа Корнелл Белл, опубликованную в 90-м году, 30 лет назад. Первое наблюдение, что есть кальциевые распространяющиеся вулны. Дальше 98-й год уже попытка анализа, детектирования размеров и длительности этих событий. Дальше перерыв. Наша работа в 2014 году, когда мы стали изучать вот эту кальциевую динамику и уже на более сложных объектах, таких как срезы головного мозга. Чуть-чуть позже, 15-16 год, вышло две статьи наших коллег из Токийского университета, Юджи и Тигая, в которые они пошли еще дальше. Они анализировали уже не отдельные кальциевые события, а смотрели на астроцитарный домен и детектировали все события, которые там возникали в единицу времени. Вот у них такой вот, значит, развертка этих событий. Можно посмотреть, как события возникают, эволюционируют, исчезают. И они реконструировали уже не одно событие, как мы это делали, а вот видите, вот здесь у них Х, У, шкалы и время. И они видели всю вот эту сложную динамику. То есть они впервые идентифицировали паттерн кальциевой активности пространственно-временной внутри отдельных астроцитарных доменов. И в следующем, в следующей работе 2019 год, в прошлом году, появилась работа из лаборатории Киры Постканцер, которая сделала некоторые такие дополнительные доработки в методе детектирования кальциевых событий в астроцитах, измерения их пространственно-временной характеристик, скорости распространения событий, слияния, разделения событий и так далее, изменения их амплитуды внутри этих событий и тому подобное. И вот этот метод, вот эта программа, которую они разработали, называется АПЛА, и она находится в свободном доступе. И если вам интересно, вы можете ее скачать и попробовать в своих исследованиях. Ну, стрелка здесь не закончена, исследования продолжаются, с тех пор появились и другие работы. Мы продолжаем работать в данном направлении и сделаны некоторые дополнительные еще с тех времен наблюдения и развития технологий. Но теперь я хотел бы перейти от методов, собственно говоря, к физиологии. Мы увидели кальциевую динамику, увидели, что она имеет определенные свойства, отвечает на нейронную активность. А как вот свойства самого астроцита, например, его морфология, могут влиять на кальциевую динамику внутри клетки? Поэтому вот мы такой вопрос задали. И для того, чтобы на него ответить, я хотел бы опять же сделать такой общий слайд, в котором показать, что очень важно, так сказать, посмотреть, как кальциевая динамика возникает в астроците, например, сравнить ее с тем, что происходит в нейроне. Как мы знаем, что нейронноэлектрически активная клетка, у него есть тоже сложная организованная такая структура отростков, которая называется дендритами. Дендриты могут иметь шипики, если это шипиковый нейрон. И эти шипики являются постсинаптическими частями глутаматных синапсов возбуждающих. Есть еще и тормозные синапсы, которые находятся на дендритах. И вот весь вход, все эти синаптические входы, они интегрируются, распространяются по дендритам к СОМе. В дендритах также может быть предварительная обработка информации в виде возникновения дендритных спайков. Ну и в конечном итоге все интегрируется в СОМе. И в СОМе дальше переходит в триггерную зону аксона, в которой возникает потенциал действия, некий сложный паттерн потенциал действия, который отражает сложные синаптические входы и их интеграцию внутри нейрона. То есть нейрон генерирует такой вот temporal, то есть временной паттерн активности. А вот астроцит, он электрически неактивный. И что интересно, что вот эти вот кальциевые всплески, они могут независимо возникать и исчезать. Поэтому говорить о интеграции, о том, что астроцит сгенерирует какой-то последовательный выход из этой кальциевой динамики, говорить не приходится. По всей видимости, здесь смысл кодирования сигнала совсем другой. Он, наверное, заключен именно вот в генерации этого пространства временного паттерна кальциевых ответов, поскольку, вот я уже говорил, физиологически это будет оправдано, ибо этот паттерн, он регулирует как раз локальные синаптические контакты. И что является еще принципиально важным, а как это вот эти кальциевые ответы возникают, как они распространяются и так далее. Вот здесь вы видите вставку внизу, на которой мы нарисовали участок астроцитарного отростка. Это тоже недавно опубликованная у нас была обзорная статья, в которой вы видите участок этого отростка, он называется веточкой, и на нем расположены листочки. Такие тонкие вырастут цитоплазматические. Они, наверное, имеют некую гомологию с дендритными шитиками. Ну, по крайней мере, вот именно такие тонкие листочки подходят к синаптическим контактам. Эти листочки настолько тонкие, что у них практически нет места для органелл, они очень сплюснутые. И, тем не менее, в них есть транспортеры для нейропередатчика, в них есть каналы, рецепторы, которые могут приводить к генерации кальциевого ответа в ответ на синаптические события, в ответ на высвобождение глиопередатчика другими клетками и так далее. То есть они отвечают на многие сигналы не только нейрональной природы, и этот кальциевый ответ, он в этом листочке может распространяться и попадать в веточку. А вот внутри веточки находятся органеллы, митохондрия, эндоплазматический ретикулум, на котором есть, например, инезитотрифосфатные рецепторы, а эти инезитотрифосфатные рецепторы, у них органистом являются кальций и инезитотрифосфат. Если уровень инезитотрифосфата какой-то в клетке есть, то приход кальциевого такого сигнала из листочка запускает кальциозависимое кальциевое освобождение эндоплазматическую ретику, и сигнал усиливается, и дальше он может распространиться по этой веточке на достаточно большое расстояние. И вот современное представление немножко напоминает то, что происходит в дендрите, то есть, когда из шипика сигнал попадает электрически, распространяется в дендрит, и там может возникать, например, дендритный спайк. Ой, извините. Так вот, мы решили посмотреть, а как изменение в этой морфологии или как сама морфология может влиять на кальциевую динамику. И здесь опять вы видите еще одну запись, это уже более поздние исследования. Мы здесь использовали вирусную трансфекцию, то есть, это не был генетически кодированный сенсор, это и уже был не G-CAM2, а G-CAM6. Давайте еще раз запущу. И здесь опять же была трансфирусная заколка инвива, и потом мы сделали срезы и посмотрели. Вот слева вы видите кальциевую динамику, сильно ускоренное видео, а справа это мы детектировали точки инициации этих событий, то есть, только вот места, где эти события впервые были замечены, то есть, они возникли. И следующий вопрос, а как точки инициации кальциевых событий распределены относительно астроцитарной морфологии? И тут мы столкнулись с технической проблемой, потому что астроцит, я начал вам рассказать, что у него есть веточки, сома, веточки, и на веточках тоненькие листочки. Вот эти тоненькие листочки, они могут быть, собственно говоря, толщина двух мембран, ну и небольшое количество цитоплазма. То есть, это за пределами разрешения световой микроскопии дифракционно-лимитированной. То есть, двухфотонная имиджинка или конфокальная не позволит эти листочки нам и увидеть. И поэтому нам, если мы хотим измерять кальций, одновременно используя эти методы, то нам нужно идти на какие-то ухищрения. Это либо какие-то корреляционные методы использовать в микроскопии, либо, например, непрямые методы исследования. И мы решили использовать непрямой метод. Этот метод был предложен в свое время в лаборатории Дмитрия Русакова в университетском колледже Лондона. И суть его следующая. Мы измеряли объемную фракцию, которую заполняют астроцитарные отростки, используя метод вот такого профилирования флуоресцентного. На чем он основан? Идея здесь такая, что астроцитарная сумма заполняет 100% пространства объема. То есть, если через нее проводить линию сканирования, внутри суммы будет флуоресцентная грозитель заполнять все пространство. А вот если мы дальше этот профиль проводим через отростки, то флуоресценция будет зависеть от того, какой объем пространства этот отросток занимает в этом пикселе. То есть, если там мало отростков, или отростки тоненькие, то, в общем, объемная фракция будет маленькая. Соответственно, мы могли сделать отношение флуоресценции сомы или там флуоресценции вот этих неразрешенных участков аксона к соме и таким образом получить объемную фракцию, заполняемую вот этими тоненькими астроцитарными листочками. И вот здесь вы видите несколько профилей. Вот эта вот сама клетка в пунктирной линии показывает профили, и вот они здесь реконструированы. Вы видите сому, и здесь видно, на ней можно увидеть на этих профилях толстые отростки, которые объемную фракцию больше имеют, и много тонких отростков. И таким образом можно вообще покрасить весь астроцит, если вот эти отношения сделать для каждой точки. И вот вы здесь видите на следующем слайде несколько таких астроцитов, покрашенных действительно таким образом, и распределение всех пикселей внутри астроцита по, соответственно, их объемной фракции. Сома, опять же, 100%, вот видите, она здесь, а вот эта вот большая территория астроцита, ну, она как бы такая дисперсно распределенная среда, где находятся тоненькие отростки, и мы предположили, что вот объемная фракция, чем меньше, тем, соответственно, вот здесь больше тонких отростков в этой области. И дальше мы посмотрели распределение вот этих точек инициации кальциевых событий, и обнаружили, что они, вот здесь уже два графика нарисованы, да, вот это вот точки инициации, вот такие вот пятнышки в астроцитарном домене, и здесь вот это распределение, здесь, опять же, распределение объемной фракции, и здесь вот где возникают эти кальциевые события. И вот этот пик возникновения кальциевых событий соответствует, ну, отросткам определенной толщины, то есть пикселям с определенной объемной фракцией, то есть они, в общем-то, кальциевые события преимущественно возникают в тонких отростках, не в самых тонких, Но в достаточно тонких, и их вероятность возникновения снижается в толстых отростках и так далее. И почему это происходит? Интересное наблюдение, что толщина отростка регулирует кальциевую активность в астроците. Для того, чтобы ответить на этот вопрос на механизм, почему это возникает, мы сделали математическую модель. Эта математическая модель представляет собой цилиндр, покрытый как бы от мембрана астроцитарной веточки. Внутри находится эндоплазматический ретикул, кальциевая депо. На эндоплазматическом ретикулах находятся эндозитотрефосфатные рецепторы, которые требуют эндозитотрефосфата и кальция для их активации. Находится насос, серка, это кальциевый насос, который закачивает кальций из цитоплазмы в эндоплазматический ретикул. На мембране клетки находятся каналы или проводимости для кальция, которые спонтанно стахастически открываются. Мы сгенерировали стахастический вход через эти каналы на плазматической мембране. Есть определенная плотность этих каналов. И дальше мы обнаружили, что вот эти стахастические флуктуации время от времени запускают кальциевый сигнал, то есть выход кальция из эндоплазматического ретикулана. И дальше мы варьировали диаметр вот этого цилиндра. Здесь видите диаметр 8 мкм, 5 мкм, 1 мкм. И обнаружили, что чем толще диаметр, тем менее вероятно, что стахастические изменения входа кальция через плазматическую мембрану могут приводить к таким усиленным кальциевым сигналам, которые мы фактически детектировали. И есть распределение в зависимости от диаметра, которое прекрасно совпадало с экспериментальными данными, что чем тоньше диаметр, тем вероятнее возникновение кальциевых событий. Действительно, у нас что происходит? Когда диаметр уменьшается, у нас уменьшается соотношение поверхности к объему. А поскольку плотность каналов одинаковая, или проводимость кальциевых на поверхности, то и флуктуации кальция внутри цитоплазмы становились больше по амплитуде за счет того, что объем уменьшался. И таким образом вероятность активации инвеститорных просматных рецепторов увеличилась, и возникновение событий тоже увеличилось. Это очень важное наблюдение. Почему? Потому что, как я уже говорил, астроцит – это очень пластичная клетка. Она обладает физиологической и морфологической пластичностью. В зависимости от кальциевой динамики у нее могут перестраиваться эти отростки, и листочки меняться, и веточки могут меняться. И таким образом может меняться кальциевая активность в зависимости от морфологических перестроений. Кальциевая активность является сигналом, который регулирует нейроны. Поэтому мы можем в этих изменениях закодировать какую-то астроцитарную память. Помимо размеров самих отростков, вы уже видите, что важную роль может играть и наличие или отсутствие иноплазматического ретикул. Поэтому мы следующим этапом посмотрели, как распределен иноплазматический ретикул внутри астроцита. И здесь мы использовали метод электронной микроскопии. Здесь вы уже видите трехмерную реконструкцию. Это была электронная микроскопия из серийных срезов. То есть ткань фиксировала, срезала срез за срезом. И дальше мы получали изображение ткани электронно-микроскопической. В нем реконструировали, детектировали отдельные астроцитарные листочки, веточки. И потом все это выравнивали и делали такую трехмерную реконструкцию. С помощью такого метода можно увидеть не только морфологию клетки, но можно увидеть и органеллы. Можно увидеть и иноплазматические ретикулы, и митохондрии. Что, собственно говоря, мы и наблюдали в данных исследованиях. Вот посмотрите, таким светло-зеленым здесь цветом показаны астроцитарные отростки. Это листочки, веточки и так далее. Те астроцитарные отростки, в которых нет органелл, это листочки. Это плоские, тонкие, такие приплюснутые астроцитарные отростки. Но есть такие более толстые, на которых эти листочки расположены, называемые веточками. В них есть, вот смотрите, вот это вот желтоватая, это митохондрия, а цветной, красный, синий, фиолетовый, это эндоплазматический ретикулум. Почему он цветной? Мы здесь провели некоторый анализ распределения эндоплазматического ретикулума. И этот анализ заключался в том, что мы детектировали в каждом небольшом участке вот этой астроцитарной веточки, какая поверхность эндоплазматического ретикулума в этом участке по отношению к объему цветоплазмы. И мы обнаружили, что в каких-то местах эндоплазматического ретикулума много. Он формирует своего рода такие клубочки. В каких-то это просто тяжи, в каких-то совсем тоненькие такие воплощенные цистерны. И в зависимости от этого объем, то есть отношение поверхности эндоплазматического ретикулума к цветоплазму менялось. А чем больше поверхностно-пазматического ретикулного объема цитофлазмы, тем больше на ней находится инвесторифосфатных рецепторов, тем более выраженной должна быть кальциевая динамика. И здесь вот еще я хотел сказать график распределения этих участков. Мы их покрасили вот здесь синим, фиолетовым и красным. То есть вот видно три пика. Первый пик – это синий, это какие-то терминальные цистерны или отдельные цистерны, которые, может быть, только в отрастающих веточках возникают. Фиолетовые – это такие стандартные тяжи эндопазматического ретикла, и красные – это клубки, танглс, как мы их назвали по-английски. И мы предположили, что эти танглс имеют какую-то физиологическую значимую роль и может быть расположены где-то, например, в участках ветвления. Потому что когда веточка ветвится, да, тавтология такая, и вот в этом участке объем цистоплазмы увеличивается, если там не будет клубочка, то это может быть барьером для распространения кальциевого сигнала. Поэтому мы посмотрели, где расположены эти клубочки эндопазматического ретиклума и реконструировали скелет астроцитарных веточек в местах ветвления. И посмотрели, как там вот объемная фракция эндопазматического ретиклума распределена. И действительно обнаружили, вот здесь точка 0 – это точка ветвления, до 0 – это толстая веточка идет, дальше она ветвится на тоненькие. И вот буквально перед местом ветвления здесь возникает такой подъем объемной фракции эндопазматического ретиклума, формируется клубок из него, и дальше вот веточка продолжается, и здесь даже объемная фракция падает. И действительно можно в среднем увидеть, это вот несколько мы взяли, проанализировали несколько таких точек ветвления и обнаружили, что перед точкой ветвления всегда практически происходит повышение объема эндопазматического ретиклума, а после происходит снижение даже ниже, так сказать, исходной веточки. То есть есть некоторая направленность, органелл в том плане, чтобы направлять кальциевую динамику внутри клетки, и есть такие хабы, где эта кальциевая активность может усиливаться, такие ходспот. То есть это действительно может быть коррелятом тех микродоменов кальциевых, которых мы, немножко я говорил, когда говорил о смарт-рое, когда это умные области интереса. Мы решили посмотреть, что происходит с кальциевой динамикой. Вот здесь вы видите еще одно видео, это астроцит, в нем кальциевый ответ, и мы измеряли здесь видео тоже ускоренное, но в меньшей степени, чтобы вы могли увидеть каждое отдельное событие. Здесь мы можем посмотреть морфологию, можем увидеть, где веточка, где ветвление точки находится и так далее. И дальше мы использовали метод, похожий на то, что делал Икигая, для того, чтобы реконструировать, нам показалось, что это очень наглядный подход. Но вот здесь мы опять же видим этот астроцит, видим территорию x, y, то есть его, так сказать, пространственные координаты и время. И в этом времени мы реконструировали отдельные кальциевые события, посмотрите, они выглядят очень много таких маленьких вспышечек, маленькие такие вот и во времени, короткие и по размерам события. Но есть какие-то очень большие, смотрите, они распространяются по веточкам, занимают большие территории. Ну, в общем, все, что я вам уже рассказывал, но это, так сказать, еще другой вид, с другого бока, да, как говорят. Ну, и дальше мы провели анализ, как эти события распределены внутри клетки. Мы взяли средние значения изменения флуоресценции внутри этих событий и построили, вот это здесь еще раз, морфология клетки. И здесь вот мы видим, как распределены средние значения кальциевых событий по амплитуде. И действительно видно, что где-то события не очень высоко амплитудные, а где-то в каких-то участках, ну, вот есть прямо такие большие яркие точки. И эти точки, возможно, как раз связаны с местами ветвления, возможно, связаны с эндоплазматическим ретикулом. И мы дальше провели анализ, вот здесь вы видите еще одно представление, здесь отдельное событие, как оно распространяется внутри веточки. Вот смотрите, оно где-то возникло в области листочков, здесь вот мы видим веточку астротстарна. Дальше кальциевый сигнал распространяется, начинает заходить в веточку, в веточке он усиливается, как я рассказывал. И видите, вот в веточке такой яркий кальциевый сигнал вспыхивает, ну, и потом постепенно это событие уменьшается в размерах. И опять же, в первую очередь оно исчезает в веточке, а потом уже в том месте, где оно возникло. То есть в веточке есть механизмы как генерации кальциевого сигнала, так и удаления. То есть это очень характерно для эндоплазматического ретикулом, потому что там есть и эндоплазматические рецепторы, и есть кальциевые насосы. То есть они генерируют сигнал очень быстро, и быстро его, так сказать, кальций убирают. То есть это вот, скажем, процесс такой усиления сигнала. И это можно еще продемонстрировать, используя такой метод, как анализ нарастания и затухания кальциевого события. Вот здесь вы видите красным цветом это все пиксели, где событие нарастает, а синим цветом все пиксели, где событие затухает в данный момент времени уже. И вы видите, сначала оно нарастает, ну, как бы локально повышается концентрация кальция вот в этих листочках. Потом оно приходит в веточку. Здесь нарастает еще быстрее, потому что интенсивность цвета характеризует скорость нарастания. Смотрите, яркая-яркая веточка, она, так сказать, нарастает. И потом в веточке уже в первую очередь начинает затухать. И затухает оно до конца, и потом затухает уже в этих листочках, откуда оно возникло. Можно построить и распределение этих вот максимальных скоростей нарастания и затухания. И мы видим, вот опять, смотрите, сбоку здесь слева, это морфология астроцита, а справа это две территории, в которых показана скорость нарастания и затухания кальциевых событий. И мы видим, что они коррелируют с местами, с какими-то такими яркими всплесками, где амплитуда сигнала была самая большая. То есть это некие ход спуты, и они вот могут даже возникать в точках ветвления. Другой способ – можно сделать анализ кальциевой динамики вдоль линии, то есть сделать такое линейное сканирование и посмотреть развертку. Вот это вот от 0 до 175 – это вот эти точки вдоль одной веточки астроцитарной. Здесь есть точки ветвления. И это время, как кальциевая динамика вот в этой веточке возникала, когда, как распространялась. И можно посмотреть, найти места ветвлений, и можно посмотреть и обнаружить, что с некоторыми местами ветвлений, вот здесь они показаны в пункте, действительно есть пики, характерные наиболее такой интенсивной кальциевой динамики, где, скажем так, действительно могут быть микродомены. Но это не всегда так бывает. Вот здесь точки ветвления, никакого такого ярко выраженного пика нет. Но вот здесь рядом, допустим, есть с этой точки ветвления пик. Поэтому это еще вопрос открытый. Все ли точки ветвления являются микродоменами? Может быть, и не все. Но действительно есть какие-то привилегированные участки внутри астроцитов, где кальция активность возникает с большей вероятностью, и там она усиливается благодаря свойствам внутриклеточных. И это приводит меня к следующим выводам, что нейрональная активность модулирует пространство временной характеристики астроцитов, кальция в динамике в астроцитах. Вероятность возникновения кальциевых событий в астроцитах выше в тонких отростках, что очень важно, если астроцит меняется морфологически, соответственно, может меняться и кальциевая динамика. И внутриклеточные кальциевые депо формируют клубочки, которые, собственно говоря, и определяют такие вот участки, где кальциевый сигнал быстрее нарастает, больше амплитуды и быстрее затухает. Ну, все, что я вам рассказал, касалось отдельного астроцита. И следующего вопроса, естественно, у нас возник вопрос о том, как возникает кальциевая динамика в астроцитарной сети. Мы опять начали со срезов. Здесь был срез, полученный от животных, трансфицированных с аденостеровым вирусом, который приводит к экспрессе GECAM6 под астроцитарным промотором. Я вам покажу видео. Слева видео необработанное, сырой сигнал, флуоресцентность шума и так далее. Дальше мы проводили анализ этой активности, удаляли шум, детектировали кальциевые события. Вот посмотрите, как новогодняя елка красиво вспыхивает. Зелененькая такая елочка, это астроцитарная морфология. Тут много астроцитов. И вот эти вспышки такие, это отдельные события в сети. Можно эти события реконструировать еще таким образом. Если взять отдельные события, можно внутри сети построить вот такую развертку. Ну, вы уже видели такие развертки, которые я вам показывал раньше. Но это вот развертка не для отдельной клетки, а для всей астроцитарной сети. Это мы сделали впервые, пока еще готовим публикацию. Но, тем не менее, дальше можно проанализировать эту кальциевую активность в сети астроцитов. Например, можно взять каждый кадр и в нем посмотреть, сколько процентов пикселей активировано в данный момент времени. То есть, это активная территория. И вот видно, что она так флуктуирует. Очень интересно, да? Есть такие колебания от кадра к кадру к кальциевой активности в астроцитах. Можно посмотреть число событий в каждом кадре отдельных фрагментов. Здесь мы тоже видим флуктуации, но не такие ярко выраженные. И можно посмотреть средние размеры или максимальный размер событий. Как угодно. Можно посмотреть. И они действительно, они тоже флуктуируют. Вот смотрите, вот они в большей степени флуктуируют, больше похожим образом на флуктуации общей территории активности. И, естественно, у нас возник вопрос, а что приводит к тому, что вот эти вот колебания возникают в кальциевой активности в астроцитах? Ведь, по сути, это еще один ритм головного мозга. То есть, все смотрели на колебания электрической активности у нейрона, говорят, вот это нейрон, это ритмы мозга. Вот еще, пожалуйста, вам один ритм мозга – это колебания, флуктурация кальциевой динамики в сети астроцитов. И с чем они определены? Числом событий или размером событий? Мы провели корреляцию, посмотрели на размеры активной области в зависимости от плотности событий в каждом кадре. И посмотрели на размеры активной области в зависимости от размеров событий. Оказалось, что размеры событий, ну вот смотрите, они в большей степени коррелируют с этими флуктуациями. То есть, изменение размеров событий приводит к увеличению территории активной в большей степени. Ну, вот здесь это еще проиллюстрировано. Таким образом, мы взяли кальциевую активность на пиках флуктуаций, вот эти красные точки, и вот здесь каждый кадр соответствует пику флуктуации. А потом взяли активность между пиками, вот на таких провальчиках. Тоже посмотрите, какие получились события. И вот теперь посмотрите, я двинусь вперед и назад, и вы увидите разницу, что если вы двигаетесь по пикам, то у нас события такие вот крупные возникают. Если двигаетесь по провалам, то событий довольно-таки много. То есть, частота событий не уменьшается, но размеры уменьшаются. То есть, не плотность событий, не сколько событий возникло, а их размеры. И тогда я вас еще как бы верну к тому, что я говорил в самом начале, что размеры событий регулируются нейронной активностью. То есть, если у нас нейрон активируется, то и события по размерам будут увеличиваться. Соответственно, вот такое нейрон-глиальное взаимодействие на уровне сетей, нейрональные и астроцитарные. Ну, хорошо. Значит, что мы делаем дальше? Мы сейчас работаем над созданием такого алгоритма, который нам позволил бы в реальном масштабе времени детектировать эту активность. Это пока такая, ну, скажем, как это мы примерно себе представляем. Эта обработка была сделана здесь данных уже записанных. Но, в принципе, было бы интересно, вот так же, как записывают электроэнцефалограмму, например, записывать кальциевую активность в животных, в свободно подвижных животных и так далее, с помощью вот такого метода онлайн-регистрации, когда у нас есть кальциевая динамика, есть всплески, которые детектируются, можно их с разными порогами детектировать и делать развертку. Наверху мы видим амплитуды сигналов, это все здесь распределение, это медиана идет, квартили, 5,95 разброс и так далее. Ниже идет число активных пикселей, общая территория активируемая, размеры сегментов отдельных событий и число этих событий. То есть мы можем вот такую развертку получать и смотреть, как тайная стимуляция или там животное пробегает в какой-то области, приводит к изменениям этой кальциевой активности. Так, ну, собственно говоря, это подводит уже меня к той идее, которой я хотел бы очень коротко рассказать в оставшееся время о том, что, я уже говорил, что работа с астроцитной культурой, она имеет целый ряд недостатков, поэтому мы перешли к срезам. Срезы во многом эти недостатки, так сказать, позволяют обойти, но у них есть основной главный недостаток – нельзя связать эту активность с физиологией, нельзя, так сказать, посмотреть, как поведение животного влияет на кальциевую активность и как она коррелирует. Поэтому мы перешли к исследованиям инвива на животных, свободно подвижных, и здесь мы начали коллаборацию с Леонардом Хирургом из Финляндии. Это вот показан здесь протокол исследования, который мы применили. Опять же, это вирусная трансфекция, вирус, который приводит в экспрессе GECAM-6 в коре. После этого животное после такой инъекции восстанавливалось, ему клеился на голову вертолетик такой, в нем делалось такое прозрачное окошко, паниотомия. И дальше использовалось, ну тоже, я думаю, многим известный такой экспериментальный сетап – это хомкейдж, поднимаемая воздухом платформа. Это легкая такая арена, которая находится на такой платформе с дырочками, оттуда подается воздух, через эти дырочки он поднимает платформу, а животное крепится головой фиксированно к этой перемычке. И дальше животное может перебирать лапами и под собой толкать платформу, и у него создается иллюзия, что она по этой платформе бежит. И можно при этом делать кальциевый имиджинг, используя, например, двуфотонной микроскопии, и посмотреть, как меняется астротстарная активность. И вот как это все выглядит, результат такого эксперимента. Вот эта арена, вот эта точка животная. Мы можем увидеть скорость перемещения, траекторию перемещения. Вот это шкала скорости. Желтая – это, значит, большая скорость. Синяя – маленькая скорость для остановки животного. А рядом это вспышки кальциоактивности астроцитов. Вот все рассказал, теперь запускаю видео, как это все выглядит. Красиво. То есть, пока животное стоит, астроциты почти не активируются. Побежало, возникает кальциоактивность в астроцитах, останавливается, опять астроцитарная активность снижается. Это можно все проанализировать и посмотреть, как меняется патом кальциоактивности. Вот здесь, на этом слайде вы видите результат такого анализа. Опять же, знакомая картинка пространства, x, y и время, значит, движется снизу вверх, значит, животное… А здесь вот рядом такая вот тоненькая полоска – это вот скорость перемещения животного. Вот оно сначала стоит, потом начинает быстро бежать, потом помедленнее, потом опять стоит, опять начинает бег и так далее. Такой у него рваный бег. Но, тем не менее, мы можем скоррелировать кальциоактивность в астроцитарной сети с этим бегом. И вот что мы наблюдаем, что в начале бега, внизу вот вы видите график, это скорость перемещения животного, а наверху параметр кальциоактивности. Амплитуда, число активных, активная область, число сегментов и… нет, это здесь размеры сегментов и число сегментов, то есть частота событий. Так вот, мы видим, что в начале бега у нас возникает такой ярко выраженный пик в общей области. И это связано с увеличением размеров кальциоактивных событий. Потом пик проходит, а животное еще бежит, продолжает бежать. То есть, видимо, этот пик связан только с началом бега. И это, кстати, важно заметить, что это самотосенсорная кора. То есть это связано, видимо, с какими-то тактильными ощущениями или подготовка к этим, так сказать, касаниям животного, этих стенок или лапками этой поверхности. Но частота вот этих событий кальциоактивных, она продолжает следовать вот этой скорости. То есть, по всей видимости, размеры событий связаны с кодированием начала движения, тогда как само движение, его скорость связана с частотой этих кальциоактивных событий, что очень нам показалось интересным. И обычно это же связывают с нейронами, да, какие-то нейроны там кодируют тот или другой тип поведения или свойства. А здесь как бы кодирование происходит на уровне астроцитов, кальциевой динамики в астроцитах. Дальше мы провели анализ, скажем, таких параметров, как сложность паттерна, энтропия. Ну, детали я уже не успею, к сожалению, рассказать. Но суть такова, что нас интересовало здесь, какую информацию может нести в себе вот этот паттерн кальциевой активности. Ну, то есть, чтобы, так сказать, связать астроцитальную кальциевую динамику с обработкой информации в головном мозге. И мы использовали, значит, пространственную сложность и пространственную энтропию. Два параметра, которые между собой таким сложным образом связаны. Си – это сложность, Кэйч – это энтропия. И вот сначала с увеличением энтропии сложность растет, потом начинает падать. И вот эта вот зеленая область – это когда сложность самая высокая, энтропия какая-то такая средняя, промежуточная. И потом энтропия растет еще больше, и сложность уже начинает падать. Это некий такой хаос состояние. Ну, там все уже, так сказать, не структурировано становится. Так вот, мы видим, что во время вот этого бега, эпизода бега, у нас сначала сложности энтропии вырастают, вот эта зеленая область, а потом энтропия увеличивается. И опять, когда животное стоит, там как бы нет никакой сложности паттерна, и вот он, так сказать, энтропия становится достаточно большой. Ну, собственно говоря, вот еще один метод анализа уже с точки зрения информации. Это, что мы планируем делать в будущем. Это, значит, здесь у нас представлены данные. Как бы мы хотим смотреть уже не на одно краниальное окошко, а на целый мозг. Здесь делается такая технология, как прозрачный череп, когда уже снимается вся поверхность черепа и заменяется таким прозрачным материалом полимерным. И можно смотреть на любую кору, то есть на одном и том же животном, если сделать, так сказать, экспрессию кальциевого сенсора в астроцитах, можно в разных участках коры наблюдать вот эту активность. Ну, собственно говоря, здесь мы подходим к моему заключительному слайду, на котором я хотел подвести итоги второй части выступления, в котором я рассказал о том, что кальциевая активность в астроцитарной сети осциллирует. И это представляет некоторую форму ритма мозга. Также хотел сказать, что размер кальциевых событий вовлекается преимущественно в изменение общей территории кальциевой динамики в астроцитарной сети, в большей степени, чем частота событий. А изменение общей территории активности и размеров кальциевых событий связано с началом движения животного, если мы говорим о сенсорной коре. А частота событий, которые продолжают изменяться, она связана со скоростью перемещения животного. Более четкие механизмы должны быть изучены. Ну и все, собственно говоря, на этом я хотел закончить. У меня было еще немножко здесь. Ой, я закончил шерить экран. А мне надо на самом деле показать вам еще один слайд. Старте обратно. Да, извините. Я вам показать должен был очень важный слайд. Нажал кнопку. Видно, да, мой слайд? Да, да, видно. Вот, это очень важный слайд, как вы понимаете, это люди, которые были увлечены в данную работу. Вот сейчас наверху вы видите часть лаборатории, здесь не все члены лаборатории ВБХ, но работа велась в течение многих лет. И коллеги из моей бывшей лаборатории принимали участие в работе Юлии Дембицкой, Шауфантан, Юэйву, Пейющих. Также коллабораторы из Нижнего Новгорода Николай Гаврилов, Сусанна Гордлеева. Мы сотрудничаем с Александром Вуриным из Университетского колледжа Лонна и Леонардом Хирургом из Кельсинского университета. И вот члены моей лаборатории ВБХ Александр Попов, Максим Доронин, Павел Дмисов, Алексей Браже, Анна Федотова, которые предоставили часть этих данных экспериментальных. И, собственно говоря, на этом я хотел бы всех поблагодарить за внимание и, так сказать, буду рад в кулуарах где-то ответить на вопросы, понимая, что на пленарной лекции у нас вопросы не запланированы, поэтому рад буду, так сказать, пообщаться, если кого-то заинтересовал мой доклад отдельно. Спасибо большое. Алексей Алексеевич, огромное спасибо. Очень интересно. Действительно, вопросы, во-первых, они есть, у меня лично очень много, но вы сейчас убегаете или действительно готовы еще? Да, я сейчас не могу, к сожалению, ответить на вопрос, потому что мне нужно уходить. Но я буду в течение дня и буду рад пообщаться, ну, вот, так сказать, непосредственно ответить на вопрос, кому это заинтересовало. Хорошо. Ну, мы как-то придумаем канал связи. Еще раз огромное спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До встречи. Спасибо.